Всем привет! Меня зовут Настя. В этом видео я расскажу вам о том, как я вязала этот мужской свитер. Девочки спрашивали меня про мастер-класс, и я решила, что второй свитер вязать такой я не стану, потому что мы уже ни к чему два одинаковых свитер. Поэтому я постараюсь максимально подробно рассказать вам о том, как я вязала его. То есть, получится такой экспресс-мастер-класс. Вот. Свитер этот на размер 50-52 см. Вязала я его из пряжи картапу меланжеву. Это 80% акрил, 20% шерсть, метраж 170 метров на 100 грамм, и номер цвета это 50-16. В общем, на свитер у меня ушло чуть больше 4 мотков. Так, вязала я эту кофту регланом сверху, набрала горловину 80 петель, провязала на спицах 5,5 мм резинкой 1х1, где-то рядов 10 у меня. Далее начала прибавки по регланным линиям. На сам реглан у меня, по этим сторонам, у меня шло по одной петле. Я не перекрещивала, не делала никакие узоры, просто одна петля. Прибавляла я в каждом втором ряду, провязала сначала росток 10 рядов, и на ростке уже после того, как мы провязали резинку, я начала учитывать то, что у меня здесь узор. То есть я рассчитала количество петель, которые у меня были на ростке, и начала уже провязывать этот рапорт. У меня рапорт получается 1 изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, 5 лицевых и так далее. Прибавляла, постоянно считая, учитывая, какая у меня здесь прибавилась петля, лицевая либо изнаночная. Далее начала вязать по кругу. Здесь тоже у меня сначала 12 рядов просто лицевой гладью. Далее я начала вывязывать шахматку уже. В общем, шахматка была в том, что в этих рапортах лицевые петли я просто меняла на изнаночные. Получается, провязывала 5 рядов изнаночных, потом у меня снова начинался лицевой, а в соседнем рапорте изнаночный. И те рапорты, которые прибавлялись у меня по регланным линиям, там я уже тоже, учитывая, ну, в общем, симметрию, я определяла, лицевая там будет, либо изнаночная. Провязывала шахматки по 5 рядов. 5 изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных, 5 лицевых и так далее. Прошло оно у меня так, когда полностью всю переднюю часть я распределила на этот шахматный узор. И когда я поняла, что на рукава у меня уже достаточно петель, я не делала никаких конкретных расчетов, потому что у меня с этим всегда проблема, рассчитаю одно. Потом, когда свяжу, это получается, что там что-то не так я учла. Поэтому я просто на протяжении всей работы я постоянно примеряла на мужа кофту. И когда поняла, что рукава уже достаточно широкие, что шире уже не надо, я просто их пересняла на дополнительную спицу и продолжила вязать тело. В общем, вязала я так тело в длину. Получается у меня 50 сантиметров тело. Я извиняюсь за посторонние звуки, дочь пришла. Так, резинку я далее провязала на спицах 5,5 миллиметров. Закрыла крючком. Пересняла петли рукавов на рабочую спицу. Учла то, что здесь у меня подрезы должны быть. Я с основного тела, получается, подняла просто петли, учитывая то, что количество петель в рукаве должно быть четным, чтобы потом проблем с резинкой не было. В общем, провязала. Рукав у меня, получается, 45 сантиметров. И резинка 6 сантиметров. Рукав я тоже вязала на шестерке. И резинку на 5,5 провязала. Закрыла крючком. Так, ну, в общем-то, мне кажется, все, что я могла вам рассказать. Так, по размерам я вам скажу, что от горловины и до низа у меня длина свитера 62 сантиметра. От подмышки вниз 50 сантиметров. И рукава от подмышек, получается, вместе с резинкой 51 сантиметр. Так, ну, собственно, у меня на этом все. А, про убавки вам не сказала. Что убавляла я на рукавах, каждый где-то примерно 20 рядов, убавляла по 2 петли за раз. 2 петли, ну, получается, 1 петлю убавляла в начале ряда, а 1 в конце по 2 петли вместе провязывала. Вот. Вроде бы все рассказала. Если вдруг что-то недорассказала, что-то вам интересно еще узнать, вы пишите, я в комментариях вам отвечу. Так что все, всем спасибо за внимание, всем пока.